Здравствуйте! Это программа «Свободное время». Мудрое распределение времени есть основа для деятельности. Так не будем медлить. И вот, что мы покажем вам в сегодняшнем выпуске. Детское увлечение стало делом жизни. Надежда Елецкая расскажет, как вдохновение может управлять художником и сказываться на его живописи. Кино должно быть жизненным, нравственным и духовным. Сергей Ворчук поделится своими размышлениями о том, как изменилось кино за последние несколько десятилетий. Живопись, как и всякое искусство, имеет свою технику, свои рабочие приемы. Но верность тона и удачное сочетание эффектов зависят исключительно от выбора художника. В рубрике «Мастерская» Надежда Елецкая. Она художник. Не боится экспериментировать с цветом, формой и жанром. Что из этого выходит, увидите прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это кухня, на которой я всегда работаю. Это мой рабочий стол. Он мне всегда, вот мой уголок, все, что мне надо под рукой, всегда здесь все. И мой кот, который, когда я пишу картины, он всегда со мной, всегда, вот он всегда наблюдает. Он один раз был случай, когда он просто прошелся по краскам и оставил все свои, свою абстракцию везде, где только можно было. Я очень люблю творить, поэтому я очень мечтаю о мастерской. Ох бы я там надеяла всего, господи, всего бы, все бы. Вот я бы там не выходила оттуда. Это моя мечта. Листочки разные. А мне всегда их мало, потому что у них свойство есть стираться, поэтому приходится подкупать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я учитель рисования. Я заканчивала в свое время педагогический институт грозненский. До войны я войну увидела в Грозном, как это все происходило. Я много чего повидала там. Поэтому, когда мы сюда уже приехали, я работала в школе художником. Ой, учителем рисовали. Потом на заводе как-то художником рисовала, оформителем. Ну, в детском саду воспитателями. Везде я детям преподавала творчество. Рисовать я стала давно, очень давно, с детства. И поэтому как-то вот всегда рисовала, всегда-всегда. Я даже не помню, чтобы я не рисовала. Всегда рисовала. Поэтому для меня это как-то мое, мое-мое-мое. Мне это нравится. Но это когда есть свободное время. Я с удовольствием смотрю других по интернету, учителей, которые я вот что-то не могу. Вот мне очень... Я рисую портреты, но на четверочку я так, я бы лично оценила. Но я все равно учусь. Я учусь у них, у мастеров действительно, которые этим занимаются. Мне это нравится. Я всегда мечтала делать портреты. Что-то получается, что-то не получается. Очень люблю животных рисовать. Без разницы каких. Начиная с собак, кошек и кончая там тиграми. Очень люблю животных. Я никому никогда не подражала. Но если единственное, что что-то увидела, кто-то мне вот понравился из художников, конечно, я что-то возьму немножко от них. И всегда добавляю свое. Я люблю море. Сейчас, правда, таких картин у меня нет. Они все живут, потому что картины живут в других семьях. Люблю море. И всегда мечтала домики-метеуморья, чтобы там жить, рисовать море. Но люблю природу, какая она есть, прекрасная, действительно, горы. Но я люблю все. То, что связано с природой, я люблю все. В основном я, конечно, пейзажист. Я пейзажист. Я классика. Я люблю классику. Я не люблю вот эти такие вот какие-то вот... Я не осуждаю, я никогда это. Я только за, я с удовольствием смотрю, как работают другие художники какие-то. Но это не мое. Мое вот чисто вот... Чтобы люди понимали и видели реально, что... Ага, вот коты, они коты. А есть, которые вот как Пикассо, да, вот там вот все. Это не мое. Редко я бываю на улице, рисую. Очень редко. Потому что времени не хватает совершенно на это все. На море, когда ездим, да, я там пишу. Бывает, сам муж у меня загорает, а я с кисточками, с мольвертиком. И для меня и удовольствие, и наслаждение. Я отдыхаю душой, когда вот что-то делаю. И вдохновение, желание. Чтобы тут музыка какая-то посетила. Вот идешь, идешь. Вот, например, музыку слушаешь. И бац, у меня вот так щелкнет. Ой, хочется мне написать как картина вот под музыку. Вот просто музыка идет. И я вот это, я включаю музыку и рисую. И рисую иногда из головы просто. Захотелось мне нарисовать, я рисовала. Ну, художник, ну, это человек, который необычно смотрит на какие-то обыкновенные, какие-то, казалось бы, обыкновенные вещи, но необычно смотрит. Потому что вот даже идешь вот где-то, что-то увидел, какую-то корягу или еще что-то, я ее беру, у меня уже сразу мысль щелкает. Ага, можно что-то сделать из нее, все тут. Вот художник, это тот человек, который восприятие у него, ну, какое-то свое, наверное. Который вот обычный человек, который вот пройдет мимо, пнет и не заметит таких элементарных вещей. Я хожу, я все смотрю, я вижу, из чего можно сделать, как это можно сделать, как это можно обыграть так, чтобы было и красиво, и понятно людям, которые вот увидят все это. Сколько бы ролей не сыграл в кино артист Сергей Варчук, для большинства зрителей он навсегда останется Сергеем Ватагиным из культового фильма 80-х «Не могу сказать прощай». Да и сам артист до сих пор считает эту картину одной из самых лучших в своей карьере. Его работоспособность позволила не только создать солидную фильмографию, но и получить признание на театральных подмостках и запомниться зрителям в качестве телеведущего. Нам удалось лично пообщаться с актером, когда он был приглашен в качестве почетного гостя на фестиваль духовного кино «Свет лучезарного ангела». Я был здесь со спектаклем, мы приезжали со спектаклем «Койка» с Андреем Соколовым, но это было уже приличное времени, конечно, назад, и сейчас вот второй, наверное, раз. 30 лет все было построено на коммерции, на прибыли, естественно, и выживалось духовное кино, нравственное кино, выживалось блокбастерами, западными фильмами. Но сейчас, может быть, пришло время что-то поменять, потому что об этом уже стали задумываться, и депутаты, ну, в связи со всей нашей ситуацией внутренней и внешней, да, стали об этом задумываться, что поколения уже потеряны, которые не то что там, а истории своей просто не знают. Ну, если на изучение Великой Отечественной войны в школе уделяется 4 часа, ну, о чем мы можем говорить, да? Ну, и, слава Богу, что начинают задумываться. Сейчас создан культурный фронт России, да, при Народном фронте России, ну, как самостоятельная тоже организация, где начинают говорить, наконец-то, пусть, может быть, покажутся со стороны парадоксальные вещи, но мы начинаем говорить о цензуре, ну, не в прямом смысле цензура, как это раньше, да, там было, а о том, что должен быть какой-то организм из профессиональных людей во всех областях культуры, которые могли бы говорить, что нет, но не все можно показывать. Мы привыкли видеть жизнь, как раньше говорили, жизненное кино, а это жизненное кино как раз и было нравственным и духовным, оно говорило о человеческих проблемах, оно говорило, оно рассказывало про меня. Мне сейчас неинтересно ходить в кинотеатр, потому что про мое поколение фильмов нету. Ну, да, про молодежь есть, про мажоров есть, а про мое поколение нету. Такое ощущение, что люди моего возраста не влюбляются, не предают, не, там, не спасают, ну, все, что угодно, да, все, что можно вложить в духовно-нравственное, моральное кино. Не влюбляются, не создают семьи. Ну, а сейчас что не сериал, то обязательно любовницы, обязательно семьи рушатся, обязательно детей бросают, обязательно еще что-то. А раньше это, ну, как бы, если это проблематику брали, то это была проблема. Сейчас это не проблема, это обыденность. Искусство не может быть прибыльным. Понимаете, это политика должна быть государственная, дотационная, да, ну, что делать. Это так же, как вооружение. Это культурный фронт. Не даром, там, Бурляев назвал вот эту, как бы, организацию, которую мы сейчас создали, да, культурный фронт России. Уже надо воевать на этом фронте. Всеми возможными средствами, плюс дозаконодательств каких-то. Может быть, не очень приятных, запрещающих каких-то, но иначе, иначе мы не выберемся из этого. Больше сейчас в театре занят, к сожалению, опять же, я говорю, как нет кино, куда бы не было бы интересно посмотреть, какие-то свои проблемы увидеть со стороны, так и нету ролей, где бы я мог, естественно, реализовываться в кино. Потому что, ну, моего поколения уже артисты все больше бы переходят на второстепенные роли, дедушек, начальников, отцов. Вот, больше в театре, у меня три спектакля в театре «Луны» на Малой Ордынке и два спектакля в театре «Комедии». Это такое новое образование в Москве, такой полуантрепризный театр, потому что там все свое, это частный театр, это меценат создал свой театр, там все свое, и обслуживающий персонал, и техническое обслуживание, все постоянно, а актеры все приглашенные из разных театров. Это вот, как бы называется, Московский театр «Комедии». И там вот у меня сейчас, на сегодняшний момент, два спектакля. Жизнь прекрасна, и надо верить в лучшее, как замечательная же есть мудрость, да, готовься к худшему, надейся на лучшее. Нужно быть готовым ко всему, но надо надеяться, верить и ждать, уметь к лучшему. А вот то, что даже то, о чем я рассказал, наверняка приведет к лучшему, и тот же культурный фронт России наверняка приведет к лучшему. И то, что происходит сейчас в политике, и во внешне, и во внутренне, не наверняка приведет к лучшему. Но я говорю, что да дай бог, чтобы эти санкции подольше подержались, потому что мы начинаем развивать свое производство. Сколько мы были сначала просто сырьевым придатком, наконец мы стали понимать, что, ребята, извините, а надо создавать, куда то, что мы разрушили в 90-е годы, куда все это, а теперь надо только это еще выше создавать, надо еще больше, значит, надо поднимать планку так, чтобы у нас, поскольку у нас теперь торговые отношения, то надо теперь, чтобы у нас закупали. Если раньше мы всем помогали бесплатно и все раздавали, а теперь перешли на торговые отношения, то давайте тогда создавать, а это как не стимул, для того, чтобы было все лучше, все росло, все росло в прямом и переносном смысле, я имею в сельском хозяйстве, и росло в промышленности, и в культурном смысле тоже все росло. Поэтому я за рост. Время быстротечно, и наша программа подошла к концу. Встретимся с вами на следующей неделе на канале Новый Век. Свободное от работы время. Субтитры создавал DimaTorzok